15 февраля в праздник Сретения Господня в России и за рубежом традиционно отмечается Всемирный День Православной Молодежи. О том, какую многодневную программу подготовила православная молодежь Среднего Урала, в нашем следующем сюжете. Традиция празднования Дня Православной Молодежи возникла в начале 50-х годов прошлого столетия. На Генеральной Ассамблее Всемирного Православного Молодежного Движения было решено, что этим днем будет праздник Сретения Господня. В различных российских регионах праздник набирает все большую популярность. Столицу Урала к этому дню приурочивают фестиваль православной молодежи, а Координационный Совет Приходских Молодежных Объединений Екатеринбурга объединяет молодых людей со всей области. Основная миссия Координационного Совета как организации – это формирование единой молодежной среды межприходской в Екатеринбурге. И, в общем-то, фестиваль, он вполне отвечает этой миссии. Фестиваль как мероприятие. Почти на каждом мероприятии объединяются ребята из разных приходов, где-то больше, где-то меньше, но таким образом участвуют все. И, в общем-то, всегда после фестиваля, после бала, после вечерки, после других событий, все испытывают это чувство единства и, в общем-то, дружатся, знакомятся. В нынешнем году фестиваль продлится две недели. 5 февраля, в День Собора Новомучеников и Исповедников Российских, православная молодежь соберется для совместной литургии и причастия. Вечером того же дня в актовом зале Духовно-просветительского центра Екатеринбургской митрополии состоится вечерка, которая для многих уже стала своеобразной альтернативой клубного досуга. Вечерка – это песни, хороводы, танцы, которые чередуются с играми и увеселениями. И хороша тем, что это не просто замечательный досуг, это и знакомство с традицией, с родным фольклором. Но не стоит думать, что уральская молодежь может только развлекаться. В этом году Координационный совет проведет конференцию на тему «Мировоззрение современной молодежи. Хаос или надежда?». Встреча верующего и светского юношества пройдет в Уральском финансово-юридическом университете 8 февраля. «Предполагается наличие как церковных, так и не церковных людей, выступления профессионалов в каких-то сферах, ну и обсуждения насущных вопросов, волнующих обе стороны». Кроме того, предполагаются спортивные мероприятия. В спартакиаде и чемпионате по волейболу примут участие представители молодежных приходских объединений города и области. А завершится Уральский фестиваль православной молодежи 19 февраля с рейтинским балом. Балы в стиле 19 века также стали традицией для екатеринбургской молодежи. Полонез, вальс, бранль, полька, танцевальные игры – это лишь малая часть того, что вы можете увидеть на балу. Безусловно, подготовка к такому празднику всегда очень серьезна. Около месяца молодые люди с профессиональными хореографами разучивают старинные танцы. Подробнее о том, какие мероприятия пройдут в Екатеринбургской митрополии, можно узнать в группе Координационного совета в одной из социальных сетей.